И вот, наконец, мы подошли к кафедральному собору Экс-Сан-Прованса, точке, куда мы очень хотели попасть. И долго блуждали по улицам города, но никак у нас не получалось его найти, хотя, в общем-то, имели примерное представление, где он находится. Ну, когда узкие улицы и слабые обзоры, и когда город видишь второй раз, ну, считаю, что второй, что первый, три часа прогулки в январе полтора года назад, конечно же, ни о чем не говорят. В соборе шел концерт, выступали ребятишки, ну, наверное, какой-нибудь отчетный концерт местной музыкальной школы, дети старательно играли, какие-то классические произведения. И ту фонограмму, которую вы сейчас слышите, мои дорогие зрители, это реальный звук из кафедрального собора. Я специально записал несколько минуток этого концерта, посчитал, что это будет правильно. Собор очень большой, с учетом того, что он построен, в принципе, в 12 веке, ну, потом шла определенная реконструкция, надстройки, подстройки и так далее. И закончено все это было в начале 16 века. Кстати, до того, как здесь был построен в 12 веке собор Святого Спасителя, здесь существовал еще более древний языческий храм, посвященный Аполлону, которому вообще, может быть, там пару тысяч лет. Ребятишки замечательно играли. Мы с Аллой присели на лавочке и вместе с другими зрителями с удовольствием послушали ребят. Мне кажется, очень правильно, что в таком большом зале с замечательной акустикой вы сейчас видели знаменитую картину, которая называется «Неопалимая купина Николая Фромана». Это, наверное, самая главная картина, самая ценная картина этого храма. Я продолжу свою мысль. Мне кажется, правильно, что в храме проходят вот такие концерты классической музыки для ребятишек. Здесь отличная акустика, есть большое пространство, на котором могут поместиться все родители и учителя данной музыкальной школы. Ну что, продолжаем дальше наше путешествие.